Привет, друзья! Я Григорий Герман. Конец февраля был отмечен двумя политическими перформансами, политическими представлениями, в которых, согласно определению слова «перформанс», произведения составляли действия художников в определенное место и в определенное время. И которые показали, кто на самом деле политический художник, а кто бесталанный и посредственный писака. Один перформанс ожидали, долго готовили, даже анонсировали на улицах городов, правда, почему-то на черном траурном фоне. Ну, зато в ультимативной форме, типа «сидеть и служить», ну, как собакам команды давали. Даже обратный отсчет был запущен по телевидению, что по задумке должно было подчеркнуть значимость и эпохальность события. Правда, несмотря на анонсы и отсчеты, эпохальным событием стал другой перформанс. Яркий, неожиданный, я бы, наверное, даже сказал, нежданный выступление кремлевского гитлерионыша перед элитарным стадом и стремительный, неожиданный визит Байдена в Киев, а потом его речь под стенами Королевского замка в Варшаве. Полуторачасовый океан отборной нудотины, вгоняющий в состояние прострации даже верных и зависимых слуг и вассалов, и короткий, содержательный, эмоциональный спич, зажигающий пламя надежды у нескольких стран, одна из которых, кстати, ведет неравную и кровавую борьбу за свое выживание. Бесконечное бункерное сидение и быстрый, смелый, на грани, уникальный визит в воюющую страну. Действительно уникальный, потому что впервые президент Соединенных Штатов посетил страну, в которой идет война, и в которой инфраструктура не контролируется армией США, а воздух не контролируется ВВС США. Может ли это говорить о практически безграничном доверии к ВСУ и ВВС Украины, нашим специальным службам? Наверняка. Может ли этот визит говорить о том, что страх перед возможностями расистов исчез? Наверняка. И выбросите в пропасть тезис о том, что Россия якобы позволила Байдену приехать в Киев. Разрешение хиреющей империи никому нафиг не нужно. Россию уведомили об этом визите за пару часов до его начала. Ему просто поставили перед фактом, сообщили, чтобы не рыпались. И Россия не рыпнулась. Все ожидаемо. В отличие от речи Путлера, от которой ожидали многого в основном в России, как минимум ответов на вопросы, связанные со специальной военной операцией, специальной военной войной. Каковы цели, каковы мотивы, к чему она идет и какими путями? Что услышали в этих двух речах Байдена и Путина Игорь Петренко, кандидат политических наук, ассистент кафедры политических наук университета имени Шевченко и доктор исторических наук, доктор философии по истории Юрий Фельштинский? Сейчас обсудим. Оставайтесь. Будет интересно. Путин в своем выступлении полностью проигнорировал визит Байдена в Киев. Это страх диктатора перед Америкой или это просто невозможность справиться с плевком, который он получил 21 числа, когда Байден гулял по Киеву с Зеленским? Я думаю, что причина была несколько бюрократическая. Речь Путина, которая была почти двухчасовой, наверняка готовилась заранее и никакие поправки Путин в нее по результатам визита Байдена в Киев явно не вносил. Я думаю, это даже был не плевок, это было серьезно подчерчено по мнению самого Путина. Поскольку давайте вспомним то, о чем и ту риторику Путина, о которой он сейчас в принципе говорит, но это было до полномасштабного вторжения. Что НАТО убираетесь на границе 1997 года, вы такие сякие, пятые, десятые, а то, что Украина никогда не будет вашей сферой влияния, это наша сфера влияния и все остальное. Здесь вот приезд Байдена, который не побоялся приехать, ну скажем, в зону конфликта, причем в зону конфликта, в которой нету армии Соединенных Штатов Америки. Это беспрецедент, это впервые в истории Соединенных Штатов Америки, когда президент был в зоне конфликта без армии Соединенных Штатов Америки. Российская пресса, естественно, ждала команды от Путина, как комментировать Байдена, а команды от Путина не было, все ждали, что будет в его речи. В его речи на эту тему тоже ничего не было, и все это восприняли, естественно, как сигнал к тому, что лучше помолчать и не проявлять инициативу. А Байден, к тому же, перехватил инициативу еще и тем, что получилось, что он и до речи Путина создал информационный момент с визитом в Киев, и после речи Путина создал информационный момент с визитом в Варшаву. И поэтому, с точки зрения новостной, речь Путина просто провалилась никуда. В этом плане это был, конечно, крайне неудачный для Кремля пиарный шаг. Ну, для него это был такой серьезный, серьезная оплевуха. Да, это действительно серьезная оплевуха. И он не мог об этом говорить. Почему? Потому что ему это очень невыгодно. Ну, так или иначе, как бы он в форме это ни сказал, что Байден такой-сякой, вот он, значит, приехал и так далее. Это все равно было подчеркивание того, что он это сделал. Он приехал, вот, и, ну, все понимали, что, наверное, не все так хорошо, как есть. Главный смысл послания был, по моему мнению, по мнению многих аналитиков, это нормализация войны. Вот все, что связано с войной, похоронки, кувалды, все это на самом деле нормально, и это не нарушает мирную жизнь граждан и картина национального уединения. То есть, ну, со всем этим можно, условно говоря, жить. Да, в то же время Байден в своем заявлении абсолютно четко сказал, что каждый день новой войны, новый день войны, это выбор Путина, лично Путина. И он может остановить эту войну своим словом. Украина может с этим остановить войну только освобождением своих территорий. Вот я думаю, что визит Байдена сначала в Киев, затем в Варшаву, как бы территорию для, очень дружественную, с одной стороны, и для Украины, и для Соединенных Штатов, был некой фиксацией вот этого вот нового взгляда на происходящую войну, что эта война может быть закончена только через поражение России. А какие освобожденные территории на самом деле могут заставить Путина остановить войну своим словом, как Байден сказал? Да, здесь позволите себе большое уточнение. Наша цель, это не просто освобождение территорий. Наша цель, освобождение территории, это начало диалога. А дальше должен быть, опять же, конечно же, мирный договор, но мирный договор для нас не важен с точки зрения России, а важен с точки зрения гарантии безопасности. Вот в комплексе мы должны устранить угрозу для себя Российской Федерации. Выход на границы, это один из этапов, очень важный, очень серьезный. Мы этим говорим, что мы не собираемся заходить там Белгородскую область, там Ростов-на-Дону, там что-то себе там при этом. Нет, но мы тоже прекрасно понимаем, что война не закончится этим, пока не будет гарантии безопасности для Украины. И соответствующие, скажем, действия со стороны Российской Федерации. Если западные союзники Украины начнут поставлять Украине наступательные виды вооружения, в том числе F-16, в том числе ракеты дальнего радиуса действий, и если с Украины будут сняты ограничения, согласно которым она не имеет права использовать западное оружие для нанесения ударов по сосредоточенным группировкам противника на территории России, на территории Белоруссии, эта война не сможет перейти в фазу наступательной войны. А вести войну исключительно как оборонительную, это, конечно, давать России очень серьезное и несправедливое преимущество. Потому что получается, что Россия наносит удары по Украине и разрушает Украину, война протекает на территории Украины, Украина теряет людей, а выжить России из оккупированных территорий она не может, потому что для этого нужно наносить удары превентивные, по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Со стороны России абсолютно, да, это действительно означает ограничить эти рамки. И смотрите тот же, Российская Федерация, она постоянно меняла цели специальной военной операции. То есть изначально мы что слышали, значит, когда уже заговорили, начало у них первое, это было захватить Киев за 3-4 дня, значит, убить президента Зеленского, ну и таким образом, скажем, аннексировать, грубо говоря, там Украину или поставить моеточный режим. Потом у них, когда они уже поняли, что за месяц они не справляются и начались все первые переговорные моменты, а то они говорили, деницификация, денационализация, там, д-д-д-д-д-д-д-д, куча всего и так далее. Потом они опять от этого отошли, потом уже они выходили и говорили, ну, мы готовы хоть что-то выдай подписать, уже от вас не ставим, ну, типа таким, что территорию определенную мы типа за собой оставляем. А сейчас Путин сделал большую ошибку тогда, когда он присоединил к себе ДНР, ЛНР и те территории, которые он захватил. Потому что сейчас ему это отыграть, ну, очень сложно. Россия – страна одного города. Это город Москва. До сих пор, пока Москва не чувствует этой войны, Россию сдвинуть никуда нельзя будет. Мы вот видели, что происходит сейчас на праздновании годовщины войны в Лужниках. Вот эти вот совершенно, я уж не знаю даже, какое слово использовать, да, какие там, какие лица каких людей, да. Вот это то состояние, в котором сейчас находится Россия. И я понимаю, что это было организованное мероприятие, я все это понимаю, да, что там лучшие умы были задействованы, чтобы все это вот в пиарном смысле выглядело именно так. Но, тем не менее, это отражает состояние ума и души серьезной части российского населения. Вот чтобы это переломить, да, удары должны наноситься по Москве. Для этого нужны ракеты дальнего радиуса действий, для этого нужны самолеты, да. И я не хочу говорить, что нужно там ни в коем случае бить пожилым районам, как говорит Путин в Украине, да, включая Киев, кстати говоря, да. Ну, там есть военные объекты, там, Лубянка, Останкино, МИД, Министерство обороны, Государственная дума, да. Да, и это то, как должна вестись эта война, чтобы она закончилась, потому что иначе Путин ее может вести вечно. Момент выступления, который тоже говорит о том, что, скорее всего, они стремятся к этому, это то, что он вот пообещал российским чмобам, да, что каждые полгода их будут отпускать на две недели домой. Да, и так еще полгода, так еще полгода, то есть война будет бесконечной, война будет очень длинной. Вот мне интересно, как вы думаете, понимают ли родители россиян, что, ну, которым, например, не знаю, через два года нужно будет отправлять сына в армию, что это ждет их сыновей через два года, через год? Первая мысль для ответа на этот вопрос, это с точки зрения логики нормального человека, блин, ну, конечно, я понимаю, да, слушайте. С другой стороны, я вот как вспомню вот эти перехваты, которые Нагбур там выставляла, да, и все остальные, блин, да они моральные уроды просто все там, ну, от этих разговоров, то, как они говорят, да, о том, какие у них самые главные, скажем, ценности и так далее. Поэтому, я думаю, здесь так будет. Некоторые понимают это, возможно, это там 25% или 20% те, которые, скажем, не сильно ахтись за спецоперацию из-за Путина, а все остальные, ну, наверное, нет. Они в первую очередь думают, ну, хорошо, там, Владу Калину получим, ну, или вдруг какие-то там выплаты будут. Вот, поэтому, к сожалению, скажем так, что может даже и больше людей с каждым днем это понимают, но запас тех людей, которые готовы пожертвовать своими родными и близкими за какие-то деньги, мнимые там, за шубы там или еще что-то, он все равно еще остается в Российской Федерации. Скорее всего, он не так быстро иссякнет, как бы нам этого хотелось. С одной стороны, мы не знаем этого, кто слушает Путина, кто его не слушает, что народ думает про этого самого Путина. С одной стороны, мы не знаем, что происходит с этой обратной связью, а с другой стороны, это абсолютно никого не волнует. Путина же, избиратели же ему не нужны на избирательных участках, да, это же не то, что ему нужно кого-то убедить, чтобы кто-то пошел за него голосовать, да, не то, что, там, Симоняна или Киселеву важно знать, как их слышит вот зритель, да, в российской провинции, да, да, их все это совершенно никого не волнует, да, ни Путина это не волнует и ни пропагандиста. Ну, насколько я понимаю, вот это вот размазывание конечных целей войны для Путина и для всей верхушки, это, с одной стороны, возможность в какой-то момент закончить ее, не достигнув своих целей, ну, просто потому что пляха-муха уже дальше невозможно воевать. Да, ну, вот им, типа, условно говоря, все накрывается медным тазом, поэтому нужно что-то предпринимать, но мы же, а так, когда нет четких формировок, то мы это можем сделать всегда, когда угодно. С другой стороны, насколько я понимаю, даже в случае каких-то, там, особых поражений, в случае потери сухопутного коридора в Крым, в случае, там, типа, нападения на Крым и так далее и тому подобное, Путин может, благодаря этому выступлению, инкапсулироваться в границах Российской Федерации, да, ведя вечную войну, бесконечную войну, то есть не завершая ее никоим образом. Не считаю, что у нас очень много шансов на то, что эта война географически останется в формате вот российско-белорусско-украинской войны, да. Театр военных действий расширится. Он расширится из-за Путина. Он расширен, он будет расширен Путиным, несмотря на все его сложности в Украине, несмотря на то, что он не может, вроде бы, победить. Да, вот, несмотря на это, я думаю, что театр военных действий будет расширять Россию. Как и когда, посмотрим, но поскольку они не могут пробиться к Приднестровью, если бы они пробились бы к Приднестровью, мы бы увидели, как бы, новый фронт этой войны в Молдове. Но поскольку они не могут пока что, по крайней мере, пробиться к Приднестровью, и, может быть, уже не смогли пробиться к Приднестровью, то я не удивлюсь, как это не, как бы, дико звучит, да, потому что, повторяю, это же все происходит на фоне войны, которую пока что Путин не может выиграть, да. Я не удивлюсь, если это расширение пойдет в сторону прибалтийских государств, хотя мы очень хорошо знаем, что они являются членами НАТО, и что в этом случае в войну должно будет вступать НАТО. Выступление Байдена, его слова о том, что нападение на одну страну НАТО будет нападением на всю НАТО, Путин должен это знать, и это священно. Это что? Это просто слова единственного НАТО, еще одно подтверждение? Или это реальная оценка возможности нападения России на одну из стран НАТО? Ну, смотрите, Российская Федерация, она потратила очень много ресурсов, силы, энергии для того, чтобы вбить клин в НАТО и посеять сомнения определенные. Вы же помните, они целые фильмы снимали по поводу того, что вступится ли НАТО за Балтийскую страну, если они ее аннексируют, да, вот, поэтому самая главная задача Байдена была в этой поездке, это же как раз формирование вот этой продемократической, да, такой вот альянса разных стран и единения европейских союзников, в том числе как раз направление расширения и не уменьшения поддержки Украине. Поэтому он об этом сказал, что вы можете не волноваться, те любые там какие-то сценарии, которые сейчас обсуждаются, а в этот момент тоже что было? Обсуждение того, что вот, значит, Молдову могут захватить, да, Молдова там не член Европейского Союза, не член НАТО, но это проблема Румынии в первую очередь. Они будут очень недовольны явно этой ситуацией. Или какие-то провокации в Калининградской области, да, там у нас и Польша, там у нас и Балтийские страны и так далее, там есть в этом нюансы. Поэтому он говорил, что это сигнал Путину, что мы как бы готовы. И самое главное, тут тоже нужно понимать, что Украина в этом сыграла значительную роль. То есть то, что Украина, страна намного меньше, чем Российская Федерация, с меньшей армией, но смогла устоять и, скажем так, хорошенечко дать поддых а-ля Второй Армии Мира, это вдохновляет. Это вдохновляет само НАТО, и они прекрасно понимают, что фактически в обычной конвенциональной такой вот войне, ну, как бы Российскую Федерацию можно как бы раздавить. В НАТО понимают, что эта война, как бы, для Путина не про Украину. И это так и есть. И, собственно, Путин и начинал эту войну в рамках восстановления Российской империи, Советского Союза, да, как угодно. Какие-то у него были фантазии геополитические на эту тему. Но ведь это не про Украину было. И было понятно, что план заключается в совсем другом, в быстром захвате Украины, в быстром захвате Молдовы, уже как бы захваченной контролируемой ситуации в Беларуси, про которую мы все дружно, в общем, забыли. Вот этот планчик, как бы, сорвался из-за Украины. И теперь уже действительно Запад тоже, в общем, очукался. И мы будем откровенны. Байден в своем выступлении сказал, что ни Соединенные Штаты, ни Европа не стремятся к уничтожению России. Но в то же время они стремятся к окончанию войны. Но тут либо Россия, либо Путин. Кто-то из них должен уйти для того, чтобы война закончилась? Я бы считал, что они, безусловно, хотят ухода Путина. Это не вопрос. Все сейчас хотят ухода Путина, потому что, как бы, Путин, ну, такой всемирный сладей, да. Поэтому, конечно, все хотят ухода. Ну, опять же, они напрямую не угрожают Путину. Но они не говорят о каких-то гарантиях. Они не говорят о том, чтобы кому-то что-то где-то сохранить, что-то кому-то там помочь и так далее. Наоборот, они подчеркивают, что самый главный виновник, виновный, это Путин. И сейчас, я знаю, в Соединенных Штатах Америки ведется очень предметный разговор по поводу того, и они уже сказали, что они готовы присоединиться, это к созданию специального военного трибунала. А почему он важен, да, и почему мы об этом говорим, почему важна реакция таких стран, как Соединенных Штатах Америки? Это тот трибунал, на котором будут рассматриваться преступления агрессии. Это самый высший вот этот уровень. И там ответственность несут, это не военные преступления, которые там полковники, офицеры, а что там генералы или там солдаты, а это те люди, которые пользуются так называемым функциональным иммунитетом. Иммунитетом. Это президент, это министр иностранных дел, то есть Путин, Лавров, министр обороны, Шойгу, вот эти все люди там готовы будут оказаться. И если Соединенных Штатах Америки или Британия, а Соединенных Штатах Америки, значит, подтянутся и другие, скажем, союзники, они окончательно уже примут вот эту конфигурацию и свое участие, это означает, что вообще Путин будет списан. То есть, ну, неважно, что с ним там будет, или убьют его, или нет, в любом случае все будут домогаться того, чтобы он пристал перед ответственностью. А я, конечно же, считаю, что этот коллективный Путин, это не только там два человека, да, три человека типа Путин, Патрушев, Бортников, а что это, в общем-то, весь верхний, как минимум верхний эшелон, да, руководство госбезопасности. И что для того, чтобы решить эту проблему, нужно распустить госбезопасность, да, нужно отстрелить от власти вот всех этих людей из госбезопасности, которые сейчас у власти, их очень много, да, кстати. Количественных очень много, то есть людей в погонах из ФСБ, которые руководят сейчас страной на разных уровнях, их очень-очень много, это десятки тысяч человек. Поэтому это единственная проблема России. В этом смысле я считаю, что ситуация, может быть, как бы не такая безвыходная, да, потому что, в общем-то, все, что нужно, чтобы Россия стала нормальным государством, это распустить госбезопасность. Большая часть послания, на самом деле, я думаю, что была отправлена и целью адресатом этого послания была все-таки российская элита, даже не российский народ, которому рассказывали сказки про мрот, там еще про что-то, шрот, мрот, шпрот и все прочие вот эти вот, которые должны увеличиваться и не пророст жиров в масле, а для российской элиты. При том, что 21 число для российской элиты, это день такой непростой, потому что именно 21 числа, насколько я помню, 21 числа 2022 года, Путин чуть ли не насильно и чуть ли не изнасиловав, замазал практически всю элиту, все российские высшие чиновники, заставив их публично поддержать его будущую военную агрессию. И сейчас они снова все собрались в зале. Но собрались практически все. Означает, что бегство не произошло такого массового, и Путин этому очень рад. И при каких условиях тогда может, в принципе, начаться это бегство элит? Хороший вопрос. При каких условиях? Но на самом деле, самое главное, наверное, условие, при которых это может начаться, это полностью потерять веру в то, что ситуация может как-то измениться таким образом, чтобы режим сохранился. То есть они же служат не самому, скажем, Путину, а они же служат именно, скажем, своему присутствию в этом, скажем, режиме и тому, кем, чем они там, значит, вот могут быть и тому, что они от этого, скажем, получают. Вот пока они понимают, что есть до сих пор еще хозяин. Да, хозяин, конечно, нехти уже, потрепанный, уже потерявший, скажем, многое, но пока особо, скажем так, альтернативы ему особо нету. Нету, скажем, уверенности в том, что при какой-то альтернативе они себя будут еще нормально чувствовать, да, или кем-то, скажем, будут. То есть для них пока вот эта ситуация остается возможной. Это не означает, что они о чем-то не думают. Это не означает, что где-то там какие-то группы там и так далее. Просто никто из них не является настолько сильным, не смог создать какую-то коалицию, создать коалицию поддержки для того, чтобы, скажем, изменить эту ситуацию. Я отношусь, конечно, к людям, которые считают, что в России, в принципе, нет элиты. Элиты в России нет. В России есть инфильтрированная снизу доверху госбезопасностью структура, которая взяла под контроль страну, огромную ядерную державу и управляет этой страной. Ну, как умеет, так и управляет. Вот мы видим результаты. Элит никаких там нет. Ну, скажем так, если там были люди, которые в любой какой-то там похожей нормальной стране отнесли бы к элите, эти люди уже давно-недавно за границей. Поэтому без элит, если оно и было, оно уже произошло. Еще один момент, который тоже может повлиять, это вопрос, когда Путин заиграется. Вот он очень любит сталкивать лбами. Он очень любит в некоторые моменты кого-то возвышать. Вот как было с Пригожиным. Да, ой, молодец, мой лысый котик, там все хорошо. Потом бах, ах ты ж нехороший. Шойгу, эй, значит, этот Герасима, вы молодцы, давайте два этих ларца. А он лудак этот, боеприпасы ему не давать. Вот он все, он плохой теперь будет и так далее. Кому-то это же может, ну, скажем, надоест, да? И может сформироваться определенная такая группа тех, кто не хочет быть козлами отпущения. Скорее всего, это может быть в среде военных именно. Вот здесь может уже сформироваться какая-то такая позиция, которую будет сложно как-то апеллировать. И тогда вот тоже может быть переориентация. Но вот этот пассаж по поводу олигархических всяких разных яхт и дворцов, что, мол, типа, ай-яй-яй, надо вкладывать деньги в Россиюшку. Что это было? Это был им сигнал, что, мол, типа, на Западе вас не ждут, не любят, и вас никто на Запад не будет выпускать? Или это был реально вот такой, типа, лапша на уши люмпен пролетариату российского? Когда-то Путин призывал, кого же он призывал? Ну, из олигарха, типа, вернуться, там, короче, все, простят. Кричем, то он сел надолго, и плохо ему там очень было. Поэтому в данном случае, когда Путин апеллирует и говорит, «Слушайте, вы тут возвращайтесь, там вас обижают на Западе, а мы тут вот, ну да, там, подкинете немножко там деньжат, и все будет, скажем, хорошо». Мы уверены, что он точно не найдет своего адресата. Он, очевидно, во-первых, у него есть идея тоже попытаться, чтобы именно олигархи заплатили за, скажем, специальную военную операцию. Это и в плане, скажем, дополнительных средств на войну, и это и в плане потенциальных каких-то компенсаций Украине, которые, ну, вроде как Россия, конечно, очень гордая, напрямую она не хочет, ну, а там, если конфисковали, ну, и бог с ним. Ну, и забирайте там эти яхты, все остальное, какие-то активы. Государственных активов, скорее всего, нет, а вот олигархов, пожалуйста, то есть попытаться расплатиться с ними. Это тоже такой сигнал, что изначально вот был такой сигнал, что мы готовы вашими деньгами заплатить. Павел говорит, не хотите там платить, вот сюда, мы вам больше оставим, нежели вот вы все там потеряете, потому что вы самые, типа, уязвимые будете, поскольку вы полупатриоты, вот. Так что принимайте решение, где, как вы и с кем там будете. И другой, это тоже есть моменты, это сигнал к тому, что все должны быть, скажем, на корабле. Не надо, чтобы крысы, знаете, бегали, все должны быть на корабле, буду тонуть я, будем тонуть все. Значит, мы все должны быть, скажем, вместе. И как-то очень похоже, что вот подобными заявлениями и подобным поведением, ну, опять же таки, я не являюсь большим знатоком российской олигархической парадигмы поведения и мышления, но подобным поведением, подобными заявлениями он потихонечку начинает подогревать кастрюльку с закрытой крышкой, с привинченной крышкой, он завинчивает крышку и начинает подогревать кастрюльку. Да, ну, смотрите, у него есть такая фишка, он не воспринимает олигархов как серьезных, больших конкурентов для себя. То есть, да, у него есть ряд олигархов близких к нему, тот же Ковальчук, допустим, вот он, да, Ротенберги там, допустим, это понятная для него история. Все остальные для него, они намного ниже в иерархии стоят. У него есть силовики, у него есть спецслужбисты, у него есть, значит, ну, там именно ФСБшники отдельно, да, военные там, есть технократы а-ля там, но это больше чиновники, нежели там они олигархи, хотя это тоже очень богатые люди. А вот эти все остальные, это, ну, вот такое, скажем, для него вот они важнее, более, скажем, в высоком положении. И такая государство, государство это я, вот мы здесь самые сильные. Ну, а вы, скажем, можете быть богатыми, но при этом вы должны выполнять определенные обязательства. И, в принципе, я думаю, что такая система у них давно была построена, просто сейчас, очевидно, много кто выехал, не собирается вернуться, пытается всячески все там, что можно повыводить, и он понимает, что они сейчас оказались в такой ситуации, что им вроде как и здесь плохо, но и там им не очень хорошо. Опять же-таки, про обращение Путина. В обращении так и не прозвучал ответ на вопрос, за что воюют россияне? Какова цель? Я думаю, что этого не понял не только я, но и вообще, в принципе, все. Вы понимаете, за что? Ну, на философском уровне за восстановление Российской империи, за захват всех тех территорий, которые когда-либо принадлежали или не принадлежали Российской Федерации, а на практическом уровне, как там Путин сказал, наших людей, мы воюем там за наших людей, за наших людей. За наших людей. А то, что они как бы больше кладут своих людей для того, чтобы отвоевать наших людей, это никого тоже не волнует. Вы поняли, за что они воюют после этого выступления? А я понял. Они воюют за Путина и за то, чтобы он мог жить. Вот и все. То есть, в своей жизни как бы они жалеют. Поскольку вы правы абсолютно, никакого объяснения он не дал. Никаких как бы целей. Он сказал просто, что мы воюем против Запада, которого и нет. Это, как помните, анекдот Литерману, который рассказывал Зеленский по поводу того, что два одессита встретились, кто с кем там это. Но НАТО еще не подъехало, или еще не знает даже об этом. Вот так и в этой. Сейчас, смотрите, вопрос, продолжение для русских скажу, специальной военной операции, как вы это называете, войны. Это вопрос выживания Путина и его режима. Все. Ну, то есть, вам ничего хорошего в этом не светит абсолютно. Вы не сможете ни удержать территории, ни захватить территории. Ну, если под Крым обстанется вопрос, если американцы открыты говорят о том, что они поддерживают Украину в том, чтобы освобождать Крым, но священной коровы, священной коровы уже ни для кого нет. Для Путина она есть. А для всего мира нет. Это проблематично. И вы тратите ресурсы, вы получаете дополнительные санкции. Самое главное, что санкции, они же имеют временной лаг. И вы будете все это отгребать десятилетиями. Ну, там, 5-10 лет, так точно. То есть, ваше положение ухудшается только для того, чтобы Путин мог сохранять. То есть, прекращение войны для Путина, это, ну, опять же, признать слабость. Ну, потому что сильно он не может с нее выйти. Да. А все остальные варианты для него непринятны. Поэтому вы воюете, поэтому ваши люди, родные, близкие, они умирают. И, к сожалению, это умирают и наши родные и близкие. Вот. Но для вас это худше закончится. Поскольку, если вы думаете, что Украине стало хуже, то для нас это трагическая страница. Но нам не стало хуже. Мы уже, скажем, одной ногой в Евросоюзе, Тарас. Мы получаем поддержку. Мы популярны. Мы лидеры Восточной Европы. Когда-нибудь вы могли себе представить, о том, что Украина будет одним из лидеров в Восточной Европе, рядом с Польшей, допустим. Как минимум. Это все благодаря вторжению Путина. Дальше. Мы стали единой нацией. Да. У нас снялось очень много вопросов. Мы, скажем, у нас нет уже вот этого комплекса меньшеварности. Да. Это как на русском... Неполноценности. Неполноценности. Комплексы неполноценности, которые у нас, скажем, были до этого. Я прошу прощения, но последняя социология показывает то, что более 70%, 75% украинцев говорят о том, что дела в стране идут правильно. Вы можете себе это услышать? Мы уже реально обговариваем фактически план ПДЧ касательно вступления НАТО. Мы модернизировали армию. Мы не способны были это сделать 30 лет. Мы модернизировали армию. У нас самые передовые системы вооружения. Так чего вы достигли? У вас санкции, у вас скорая бедность. Вы, как минимум, 200 тысяч ваших погибло или ранено уже, скажем, инвалиды. И все остальное. Потеряли кучу техники, потеряли рынки сбыта. Вы же газ некому вам продавать. Вы смеетесь. Вы потеряли Европейский Союз. Там дирекцификация. Сейчас нефть, рынок нефти тоже ваша захватывают уже, скажем, другие страны. Еще чуть-чуть сейчас Росатому впаяют санкции. Ну, так и все. Но я не знаю, чем вы будете торговать тогда. Под солнухами своих погибших. И то в Украине. Переста. Переста. И Пинько. Да, нет, Пинько они экспортируют. Так что остается только Переста. Да, и все. Вот поэтому вот об этом россияне должны, скажем, думать, что у нас-то ситуация улучшается, а у них ситуация, скажем, ухудшается. Поэтому то, что вы начали, вопрос, а ради чего? Какой должен быть финал и почему они воюют и умирают? Я не знаю. Наверное, чтобы сделать жизнь украинцев лучше. Итак, с одной стороны, бесконечный и набивший оскомину даже у лояльного до глубины загадочной русской души глубинного народа набор штампов и дремучих предрассудков. Бесконечные мроты, шроты, шпроты, стабильный рост жиров в масле и мрачная Эльвира Сахибзадовна, которая эти фоноберии обеспечивает, включая печатный станок на режим инфляционное безумие. С другой, свобода, как самое часто используемое в речи слово. Речи сильного и бесстрашного, что подтвердил визит в Киев лидера свободного мира. Лидера, который мыслит глобальными и историческими категориями. Пусть это и не нравится домашним изоляционистам, забывшим истинное значение слов «свобода», «демократия» и «ответственность». И «Sky full of stars» от Coldplay, как саундтрек. Небо полное звезд. Будущее полная надежда. Бесконечное «кхе-кхе» от 70-летнего диктатора дниющей империи и от 80-летнего лидера демократического мира. Так что дело вовсе не в возрасте, дело в способностях мыслить, оценивать и действовать. Кто более матери истории ценен, а? Кто войдет в нее как лузер, а кто как победитель? Кто представляет затхлое нафталиновое прошлое, а кто динамичное и перспективное будущее? До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить. Продолжение следует...